Здравствуйте, дорогие друзья! Я в эфире Живого ТВ, программа «Живьем». Я ее ведущая Каэли. Мы ведем прямую трансляцию из московского ФМ-клуба. И я вам представляю наших сегодняшних гостей. Это группа «Еще» и солист группы Роман Рыкалов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ром, первый вопрос. А откуда такое название группы? Еще кто был инициатором такого названия? Зрители. Которые постоянно кричали «Еще и еще». Получилось. Чтобы не было, хватит. Ну, тогда давайте мы начнем с музыки. Какая будет первая песня? Это будет заглавная песня нашего нового альбома, которая называется «Метровая любовь». Мальчик целует девочку, метро глаза горят и улыбаются. Лукаво и хитро, но только девочки, не мальчик, а ему-то все равно. Лишь только пальчики, лишь пальчики блуждают. Блуждают, но одно не перевешено, придумано, примазано, к чему. Вполне записано, приписано, но надо ли ему, что лишь она-то улыбается. А радуга не ей, а просто радуга ее. Она хозяйка, она хозяйка, это с ней все просто. Мальчик за мальчик, пальчик за пальчик, а девочка за дверь. Закрыла на замок, на ключ, на засоб. Закрыла душу двери и теперь хоть верь, хоть не верь. Все просто, все просто, все просто, все просто. Мальчик обижается, обижена она его обидой. Он влюблен, но и она-то влюблена в саму себя. Причем тут он, причем интриги и комфорт пришел. Корабль разбит, причал от что поделать? А что поделать? Мальчик за мальчик, пальчик за пальчик, а девочка за дверь. Закрыла на замок, на ключ, на засоб. Закрыла душу двери и теперь хоть верь, хоть не верь. Все просто, все просто, все просто. Все просто. Мальчик за мальчик, пальчик за пальчик, а девочка за дверь. Закрыла на замок, на ключ, на засоб. Закрыла душу двери и теперь хоть верь, хоть не верь. Все просто, все просто, все просто. Все просто. Спасибо огромное. Браво. У нас в чате поступил вопрос с просьбой представить гитаристов. Пожалуйста, Павел Тюбаев, бас-гитара. И Паша сорокалетов, соло-гитара. Спасибо. Я покажу нашим зрителям альбом, который упоминал роман «Метровая любовь». Наверное, первое, что мы скажем, это то, что «Метровая» не от слова «метр», а именно от транспорта метро. Роман, расскажите про название альбома, почему именно «Метровая любовь». Да ну, в принципе, если песню послушать, там понятно, всего лишь на все. Обычное наблюдение при поездке в метро. А почему именно эта песня стала заглавной? Не знаю, просто так получилось. Хорошо. А к какому стилю вы относите свою музыку? Попсон-хэви. А что вы вкладываете в это название? Я ничего не вкладываю, просто как-то в свое время один из моих очень хороших друзей-музыкантов окрестил этот стиль попсон-хэви. И потом его журналисты как-то вот так подхватили, в принципе, так получилось. И автор самого интересного вопроса, авторы, у нас сегодня разыгрывается три диска, авторы самых интересных вопросов получат вот эти диски в подарок. Напоминаю, что вы смотрите нас на сайте 3wtv-l.ru, задавайте ваши вопросы в чате, и вы игрываете диски. И, Роман, перед Новым годом ваш клип на песню «Незлая» участвовал в конкурсе Рамблера «Клипстрим». Песня победила. Там получилось так, что четыре победителя, то есть нет какого-то определенной градации между этими четырьмя победителями. Ну, мне просто позвонили, сказали, что, говорит, ваша песня выиграла. Я говорю, а что и как, какие-то подробности. Ну, когда я приехал на Рамблер, когда мне, то есть вручали приз, было очень приятно, когда сотрудники Рамблера сказали, что, говорит, мы в Артеке под… по-моему, в Артеке или в Орленке. В Орленке. Да, в Орленке. Отплясывали, говорит, под вашу песню, говорит, целый месяц. Ну, было очень приятно, конечно. А победу ожидали или самым главным было участие? Да вообще, как таковой победы, даже я и забыл, что там участвовали, честное слово. Ну, и давайте откроем тайну, что клип-то на песне снимался как раз-таки тоже в ФМ-клубе. Ну, кто видел клип, сразу соотнесли антураж и интерьер. Ну что, наверное, тогда предложим нашим телезрителям и зрителям тоже поплясать. Да не вопрос, конечно. Заставить невозможно, бывает, не вернет. Подумать осторожно, кто знает, тот поймет. Когда смотреть на солнце, можно озыреть. А может, обойдется тут уж как смотреть. Смотри же на меня, внутри свои глаза не злая. Утро бьет в окно. Тебе не передать, тебе не рассказать. Не злая, это и смешно. Смотри же на меня, не злая, и самая родная. Посмотри, утро бьет в окно. Как будто ранне мудро Разлили под окном С парящим, белоснежным, согретым молоком. Стакан разбился, вдрызг и стекла по стене. Под утро не сложился, двигайся ко мне. Смотри же на меня, внутри свои глаза не злая. Утро бьет в окно. Тебе не передать, тебе не рассказать. Не злая, это и смешно. Смотри же на меня, не злая и самая родная. Посмотри, утро бьет в окно. Когда смотреть на солнце, можно озыреть. А может, обойдется, ты в душках смотреть. Смотри же на меня, внутри свои глаза не злая. Утро бьет в окно. Тебе не передать, тебе не рассказать. Не злая, это и смешно. Смотри же на меня, не злая и самая родная. Посмотри, утро бьет в окно. Посмотри, утро бьет в окно. Утро бьет в окно. В чате написали, что отплясывали... Ну, здорово, хорошо. Да, и заодно поставили фотографию на альбоме. Спасибо, приятно. Какое место в вашей жизни занимает музыка? Первое. Тогда такой вопрос. Как каждый из вас пришел в музыку? Я пешком, своим ходом. Как-то попытались подвести, но я говорю, нет, спасибо, не надо, я дойду нормально сам. Ну, началось, наверное, все с музыкальной школы. Нет, у меня из музыкального образования только высшее техническое. Честное слово. А когда перевразили руку в гитару? Лет 16. Сразу вот поняли, что буду музыкантом. Ничего не понял совершенно. Где-то, когда в армии служил, что-то стало приходить в голову появляться. В принципе, потом как-то все это визуализировалось. Получается, только сейчас уже. А, тогда помочь еще гитаристам? Запросто. Запросто могу помочь. Как пришли в музыку? Очень просто. Взял гитару и начал играть. Музыкальное образование есть? Обязательно, конечно, есть. Музыкальная школа по классу виолончели. А как же так виолончель превратилась в гитару? Нет, ну сначала была бас-гитара, а потом появилась шестинструнная гитара. Все равно интересно. Я пошла тогда ко второму гитаристу. Причем вы не ошибетесь, обоих зовут Паша. Я так же, как и Роман, след за ним. А, вот так вот. Значит, вместе. Вместе обязательно. Хорошо. Как создавался альбом? Долго, мучительно. На самом деле очень легко и свободно, честное слово. Фактически как на репетиции. Просто одна песня за другой рождались. Альбом сам по себе нарисовался. Конечно, он писался, честно говоря, долго. Но были на то причины. Причем, скажем, не музыкального плана. Все бывает в жизни. Но, слава богу, он, скажем так, появился уже, родился. Да, слава богу, он пришел так же, как и мы. Только-только закончился новогодний период. Как он прошел для группы? Весело, хорошо, как обычно. А как встретили сам Новый год? Тоже весело, тоже хорошо. Семью или на работе? В этом году, слава богу, опять же, получилось с семьей очень даже здорово. Наконец-то не шумно, дома спокойно. Ну, на альбоме «Тровая любовь» есть новогодняя песня? Есть. Послушаем? Конечно. Конечно. В лесу родилась елочка, срубить ее лесник хотел. Когда под Новый год сулили деньги напрямик. Мол, принесешь ты нам зеленую, пушистую, как ешь, тогда уж точно. И такими же зелеными набьешь свои карманы. И сразу же без обмана развернешься. И куда тебе захочется пойдешь? С Новым годом, мы поздравляем с Новым годом, объединяем все народы и наливаем в одной. С Новым годом, а жены снова мутят воду и ущемляют нам свободу в масштабе дружбы мировой. И Новый год идет, 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 идет. Но елка оказалась похитрее лесника, пока ходил за топором. Она направила зверяка туда, где можно симпетическую елочку купить. И привезти ее сюда, ее вкопать, самой свалить. Не обижайся, синтетика, ты без спора, ты в квартире без кореньев сможешь жить. С Новым годом, мы поздравляем с Новым годом, объединяем все народы и наливаем в одной. С Новым годом, а жены снова мутят воду и ущемляют нам свободу в масштабе дружбы мировой. А мы за дружбу сей душой, ведь Новый год идет. Лесник-то оказался настоящим лопухом, он не понюхал даже елку. Замахнулся, топорол, срубил и сразу на плечо. И за зелеными быстрей, только вместо тех зеленых получилось веселей. С Новым годом, объединяем все народы и наливаем в одной. С Новым годом, мы поздравляем с Новым годом, объединяем все народы и наливаем в одной. С Новым годом, а жены снова мутят воду и ущемляют нам свободу в масштабе дружбы мировой. И Новый год идет, 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 идет. И Новый год пришел, как видите. Да, Новый год таки наступил. А какую музыку предпочитаете слушать сами дома? Самую разнообразную. А свою слушаете? Очень редко. А почему ты? Да и так надоело. Ну, представляете, если слушать ее, когда идет процесс репетиции, процесс записи. Если слушаешь ее, то только с точки зрения контроля или что-то проверить. Вот и все, только лишь. А кто из музыкантов повлиял на творчество группы? Все, они все, все виноваты. Буквально все. То есть музыка как таковая виновата сама? Нет, музыка наоборот помогла, а от музыканта виновата. Музыка нас связала с их. Ну, а когда же планируется презентация альбома и где она будет происходить? Она уже не планируется, слава богу, скажем, уже, да, уже спланировалось, уже определились с числом. Это будет 17 февраля в концертном зале Горбушкиного двора в 14.00. Так что кто будет в силах и с желанием прийти, пожалуйста, приходите. Вход свободный, тем более. Будем очень рады видеть всех. Хорошо. И какая будет следующая песня? Пройдемся теперь по лирике. Пошумели, хватит. Вернись скорее. Пошумели, хватит. На обращение. На обращение. На обращение. Посмотрю в твои глаза. Не печалься. Это только на время. До свидания. Расставание гроза из груди моей. Катится вниз. Катится вниз. В том, что и сборной. Без с ней ночь длиннее. Безконечно без тебя. Поскорее ко мне. Возвращайся ко мне. Пусто в доме. Да и в общем не тот ветер ропщик Загребая листу, и кто поверит Что такая доска налетела Просто так без тебя вернись скорее Я хочу тебя обнять, я устал от тоски Подрываться во сне и ночь лыднее Бесконечно без тебя, поскорее ко мне Возвращайся ко мне Телефонный звонок Тот, что ты далеко Твои простые слова И я лечу в облака ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вернись скорее Я хочу тебя обнять, я устал от тоски Подрываться во сне и ночь лыднее Бесконечно без тебя, поскорее ко мне Возвращайся ко мне Вернись скорее Вернись скорее Вернись скорее У нас в чате спрашивают, как часто вы репетируете? Репетирует кто-то, кто играть не умеет Вот наши телезрители в чате пишут, что они завидуют тем, кто находится сейчас в зале Ну, дорогие мои, надо было приходить самим и смотреть, слушать здесь и отплясывать тоже здесь А как часто даете концерты? Когда получается, честно говоря, последние месяца-два концертов было очень мало, потому что все было связано с выпуском альбома, то есть все силы были там И, честно говоря, приостановили концертную деятельность, ну, несколько было, конечно, новогодних концертов, а так, особых выступлений И не афишировали, и, честно говоря, не выступали много, то есть на больших площадках Я напоминаю нашим телезрителям, что вы смотрите нас на сайте www.tv-l.ru, задавайте ваши вопросы в чате Не забывайте, что мы сегодня разыгрываем альбом группы «Еще метровая любовь» за самые интересные и неординарные вопросы Также я призываю зрителей, которые находятся в зале, тоже придумать и задать вопрос группе Для этого надо просто поднять руку, я подойду к вам с микрофоном, а мы, наверное, послушаем следующую композицию Давайте Следующая композиция называется «Девять часов», это гимн как раз с тем девяти часам, когда вот в таких заведениях или где-нибудь еще люди собираются В принципе, тоже как здесь за столом, с некоторыми емкостями, наполненными горячими, горячительными или просто прохладительными напитками Сегодня, как обычно, суета и по улице кругом толпа Машин по всей округе до черта, да и флора, слава, да и не та На остановке и не продохнешь, каждый хочет вовремя успеть Бардак такой, что невольно подумаешь Скорей бы вечер, скорей, хотя бы девять часов Где-то застрял трамвай, я подожду Девять часов Как их долго ждать, я на улице опять с утра Трамвай явно я не благодать, каждый ливень ты вообще за раз Лишь только вечер обретет покой, я по улице пройду спокойно Вдохну я полной грудью вечер, как сон И отдохну спал на скорей бы девять часов Где-то застрял трамвай, я подожду Ну и столько вечера обретет покой, я по улице пройду спокойно Вдохну я полной грудью вечер, как сон И отдохну спал на девять часов Где-то застрял трамвай, я подожду Девять часов Где-то поет трамвай, все хорошо Девять часов Девять часов Девять часов Девять часов А как часто вы ходите на концерты других музыкантов? Я, например, очень редко. Последний концерт, где я был, это в Олимпийском на группе Аэросмит. А для какой аудитории в основном играете? Для человеческой. Ну, вот как-то вы, может быть, возрастные категории выделяете? Нет, никаких совершенно. Я раньше как-то думал, какая-то целевая аудитория должна быть, а потом выяснилось, что целевая аудитория где-то от 8 до 60, как минимум. Очень совершенно разный возраст, там нравится наша музыка, это приятно. А кто пишет песни в вашем коллективе? Получилось так, что я. А откуда берется вдохновение на написание такого количества песен? Жизнь. То есть все вот это портреты из жизни? Скорее всего, да. Не то, что портреты. Что-то придуманное, что-то надуманное, что что-то пережитое. Конкретики никакой, в принципе, нет. Ну, может, как говорится, знаете, совпадение с реальными людьми совершенно случайно и не обязательно. У нас есть вопросы среди зрителей в зале? Ага, вопросов пока нет. Тогда есть. Я иду. Так, у кого вопрос? Только, пожалуйста, представляйтесь. Да, конечно. Здравствуйте. Герман Мурашов. Значит, Роман, вот скажите мне, как абсолютно незнакомому с вашим творчеством и с вами лично человеку, вот, расскажите, пожалуйста, вот о вашем барабанщике. Вот мне кажется, что это девушка. Я просто издалека тут... Вам не кажется, это действительно девушка? Так есть. Вот где вы нашли этого человека? Ну, просто, ну, как бы, редко бывает, знаете, вот... Мы сами удивились. Вот, получалось так, что мы вот и шли пешком, а Света как раз проезжала мимо, говорит, ребят, что, мне надоело так ехать, можно я с вами пешочком тоже пройдусь? Говорит, да не вопрос, конечно. И она еще и играет, да? Да, она еще, как оказалось, играет и очень даже хорошо играет. Да, ну, передайте ей огромный респект от меня. Хорошо. И вопрос второй еще есть. Интересно, с каких пор Александр Касьянов стал именовать себя Германом Мурашовым? Это псевдоним мой творчество. Понял, хорошо. Да, вот еще раз, как Герман Мурашов, хочу спросить. Вот, Роман, опять же, как неизвестный человек, хотел спросить, кто вам шьет концертную одежду? Секретный человек, очень секретный. Да? Да. Познакомите. Хорошо. Саша, я вас потом обязательно познакомлю. Хорошо, тогда следующая песня, которая прозвучит, это тоже написано с жизни? Конечно. Тогда слушаем. Я плыву к тебе дождем и погодой и ручьем, Бурным ветром и грозой И по кромке, по крутой, скользкой, быстрой, ледяной И касаюсь, как шальной Ветро вздох или перо Как бы нежно и хитро Лишь касаются щеки И ресницы, мотыльки Порхнули крыльями Прозрачными, невинными Подарили легкий взмах И дыхание ветра Ах, ах Ах, какая милая Ветрами и гривыми Лучами и порывами Обрывками страниц Прощальных, слов надеждой полных Печально, беспокойных Обнимающие, нежные А я, ты безмятежная Я лечу к тебе весточкой Телефонным звонком Заказной бандеролью Взглядом и кирком Я спешу, лечу, не смею Задержаться не умею Не хочу, да и не буду Без тебя мне будет худо Худо, худо Ах, какая милая Ветрами и гривыми Лучами и порывами Обрывками страниц Прощальных, слов надеждой полных Печально, беспокойных Обнимающие, нежные А я, ты безмятежная Лай, 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 лай Ах, какая милая, Ветрами и гривыми, лучами и порывами Обрывками страниц вращались Слов надеждой полной, печально Беспокойных, обнимающие, нежные Моя ты безмесежная 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 Лай, 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 лай Лай, 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 лай Лай, 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 лай Лай, 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 лай. Здесь передают привет секретному человеку и замечают, что он шьет очень по фигуре. А вот Сива задаёт вопрос, кому посвящена эта замечательная песня? Кто задаёт вопрос? Сива. Человеку. Может быть, какому-то конкретному? Ну, может быть, и конкретному, но тоже секретному, да. В чате прозвучал вопрос, где музыканты играли до группы ещё, и как им нравится данное сотрудничество? Думаю, мы предложим, наверное, ответить самим музыкантам. Почему бы и нет? До этой группы я играл в очень прекрасной группе, и в связи с сменой места жительства пришлось играть в Москве. И как сотрудничество? Великолепное. Так, я пошла ко второму, Павлу. Было достаточно количество групп, из последних, которые я помню, это была группа Offroad, но несуществующая Сорга перед этим, и группа Амур-Амур. А данное сотрудничество? Данное сотрудничество меня удовлетворяет, ну, не знаю даже, как слов нет. Есть ли любимая песня? Вообще? Нет, из исполняемой группы ещё. Кому вопрос именно? Стоп. Это знаете, когда у вас, скажем так, очень много детей, может ли быть один любимый, а другой не очень? Ну, я думаю, что может быть как-то иное? Точно такое же. А из созданных песен какая в данный момент наиболее актуальная? Да не знаю, это у вас спрашивать надо, у зрителей, честное слово. Тогда слушаем следующую песню. Это как раз я понял, о чём вы говорите. Вот как раз о детях, насколько мы уже говорили. И знаете, очень хорошо, когда вот, ну, у меня было очень много в моей жизни таких случаев, и очень приятных случаев, когда вот у многих моих друзей рождается вот ребёнок, у кого-то из них. Ну, естественно, вот этому событию и сие посвящение, скажем так. Когда захочешь Не обольщайся, что доски будет море, Ты улыбнёшься, ведь рядом будет кто-то другой. Каждый день, как ядрёная тень, туда-сюда, закусил у тела. Мотаюсь каждый день головой облетень, а у друга жена родила. Ну, что же мне стало, стало так хорошо, При чём тут я, и какие дела? О чём же здесь секрет? А секрета и нет, просто у друга жена родила. С утра пораньше Облившись ладою И с ерундою, Что в голове за целую ночь Придёшь опять же Делить свою радость И всё по-новой То же, что вчера, ну, дочь в дочь Каждый день, как ядрёная тень, Туда-сюда, закусил у тела. Мотаюсь каждый день головой облетень, А у друга жена родила. Ну, что же мне стало, стало так хорошо, При чём тут я, и какие дела? О чём же здесь секрет? А секрета и нет, просто у друга жена родила. Каждый день, как ядрёная тень, Туда-сюда, закусил у тела. Мотаюсь каждый день головой облетень, А у друга жена родила. Ну, что же мне стало, стало так хорошо, При чём тут я, и какие дела? О чём же здесь секрет? А секрета и нет, просто у друга жена родила. У нас в чате очень хвалят ваш сайт, Рокалов.ру, и интересуются, кто создатель. Создатель? Очень хороший человек, вот человек, Который взял себе псевдоним Герман Мурашёв, Очень хорошо его знает. Это Влад Алексеевич, ему респект, большое спасибо. Я напоминаю нашим телезрителям, Что вы смотрите нас на сайте 3wtv-l.ru, Задавайте ваши вопросы, Выигрывайте диск «Метровая любовь». Есть ли вопрос у наших зрителей? Тогда вопрос есть у меня. А когда-нибудь случалась такая ситуация, Что вы забывали во время концерта Слова или аккорды? Было. И как вы ходили из этой ситуации? Играли дальше. Один раз как раз получилось так, Что, в принципе, сегодня я пел с Новым годом, Почему-то как-то вылетела одна строчка, Ничего видели, нормально вроде все. Вот так вот. Слишком каких-то больших казусов, Слава Богу, не было. Хорошо. Какую мы слушаем песню следующую? Совершенно верно. Просто думал, Как бы это преподнести, А что тут преподносить? Жизнь прекрасна, И в этом мы совершенно не сомневаемся И попытаемся вам это доказать. Слава Богу, не было. Когда настал этот день, Я сумел долго ждать, Мне хорошо, хорошо, Кто-то сможет понять, Мне просто так хорошо, Просто как никогда, Мне хорошо, хорошо, Это просто беда, Я заключил договор, До светения с ума, Я знаю, что хорошо, А вокруг у тюрьма, Лишь то, что рядом лежит, Кто и ближе к душе, А что лежит в стороне, Отпадает душе, Тот, кто спорит, Ничего не стоит, Да и в общем спорит, Зачем? Это ясно, Жизнь не так прекрасна, И не стоит портить ничем, Тот, кто спорит, Ничего не стоит, Да и в общем спорит, Зачем? Это ясно, Жизнь не так прекрасна, И не стоит портить ничем, Поскорит, просто поверь, Это очень легко, Поскорить это пустяк, Видит Бог далеко, Заводит каждого, Кто попадет на крючок, Ну а попал-то крутись И вертись, как волчок, Те, кто попал, Знают цену себе и слова, Ну уж управляйся зубами, Корабкайся сам, Ну а кто выбрал, Все смог, Тому честь и хвала, Не дай вам Бог, Что судьба раз Еще завела, Тот, кто спорит, Ничего не стоит, Да и в общем спорит, Зачем? Это ясно, Жизнь не так прекрасна, И не стоит портить ничем, Тот, кто спорит, Ничего не стоит, Да и в общем спорит, Зачем? Это ясно, Жизнь не так прекрасна, И не стоит портить ничем, Зачем? Зачем?! Комфер! Зачем? Тот, кто спорит, ничего не стоит Да и вообще спорить, зачем? Это ясно, жизнь не так прекрасна И не стоит портить ничем Тот, кто спорит, ничего не стоит Да и вообще спорить, зачем? Это ясно, жизнь не так прекрасна И не стоит портить ничем Субтитры подогнал «Симон» У нас вопрос в чате. Насколько необходимо музыкантам терпение? В первую очередь оно необходимо любому человеку. Совершенно верно, я в этом точно убежден. Паша сказал «в первую очередь», а я считаю, что в первую очередь это необходимо любому человеку терпение. Каковы творческие планы группы «Настоящий момент»? Самые грандиозные. Какие только можно себе представить. Например? Сыграть во всей галактике, почему бы и нет. Самый грандиозный план на самом деле это на Олимпиаде в Сочи занять первое место среди ветеранов по литрболу. Что же, скромное желание. Есть ли у нас вопросы в зале? Хорошо. У нас чат просил что-нибудь и старенького, и требовал песню «Лолита». Это не вопрос. Как же мы можем чату возразить? Песня «Лолита». Ты жила в другом только своем измерении И бредила внезапно посетившим тебя Лучом вдохновения и как сновидение Вдруг запечатлялись новый образ любя Ты вдруг изменилась, будто в лоне приснилась И самого заветного мечтой истребя Лишь день ударить в колокол Ты точно треплешь волоком Свои ошибки прежние душой терепя О, лола, лолита, и сердце разбито По небу пускается язык без конца Лолита, лолита, душа неумыта Осталась грязь от прошлого на неге лица Лолита, лолита, душа неумыта Осталась грязь от прошлого на неге лица Ты бредила сатирами, но вновь истреблен дырами Заплатанными, старыми, потертым вальто По-нову возвращаются, но ты их не касаешься Ты дреплешь локко, но калаброви завитой Теперь ты стала взрослой, но лишь заплетен косами Твой волос, ты становишься такой же чудной И вредной, и упрявится, и с тобой не потянется Ни клон, попугай, ни даже шутца в одной О, лола, лолита, и сердце разбито По небу пускается язык без конца Лолита, лолита, душа неумыта Осталась грязь от прошлого на неге лица Лолита, лолита, душа неумыта Осталась грязь от прошлого на неге лица Лолита, лолита, душа неумыта О, лола, лолита, и сердце разбито По небу пускается язык без конца Лолита, лолита, душа неумыта Осталась грязь от прошлого на неге лица Лолита, лолита, душа неумыта Осталась грязь от прошлого на неге лица Лолита, лолита, душа неумыта Осталась грязь от прошлого на неге лица Вопрос из чата. Ваши идеалы в жизни и на сцене? Ваши идеалы, Лолита, вот видите. А у Вас? Да, наверное, и на сцене, и в жизни они совершенно одинаковы. Это верность, по крайней мере, самому себе и своему слову. Павел? Я поддерживаю романа. Так же самое приятное, когда тебя любят, когда тебя ждут и когда тебе верят. Особенно в нашей нелегкой музыкальной деятельности. Обращаюсь к залу. Есть ли у нас вопросы? Если есть, поднимайте руку. Хорошо, тогда я вынуждена признаться, что наш час, к сожалению, подходит к концу, и мы должны заканчивать наш сегодняшний концерт. Я хочу поблагодарить группу еще и Романа Рыкалова, что они пришли нам сегодня в гости. Я хочу поблагодарить наших зрителей, что они были сегодня с нами здесь, наших телезрителей, за то, что вы были с нами, смотрели нас и задавали ваши вопросы. А также я благодарю клуб «ФМ» за его гостеприимство. Роман, отметим ли мы какие-нибудь вопросы дискам? Думаю, во-первых, как-то грех не отметить вопрос Александра Касьянова, который неожиданно на сегодня взял себе псевдоним Герман Мурашов. Почему бы и нет? Правильно, Саша? Диск, конечно, Саша. Тогда я прямо сейчас здесь вручаю нашему смелому гостю, задавшему свой вопрос, диск. Причем... Роман, спасибо огромное за диск. И вот от Германа, настоящего Мурашова, огромное пожелание спеть песню, сам знаешь какую. Хорошо, сейчас у него вопрос. Ладненько. Хорошо, Роман, у нас есть еще два диска, кому мы их подарим? Тебе что, мало дисков? Хорошо. Какие у нас вопросы-то были? Напомните, пожалуйста. Нам кто-нибудь озвучит вопросы? Там... Да, как хорошо. Я сейчас попытаюсь добраться до нашего волшебного компьютера. Значит, был вопрос... Появился еще один вопрос. Ваше отношение к секс-меньшинствам? Я к ним не отношусь. Был вопрос про идеалы в жизни и на сцены, про планы творческие, про терпение, про необходимость терпения для музыкантов. Вот, собственно, это из последнего, что сохранилось. Давайте терпение наградим, почему бы и нет. Ага, хорошо. Тогда у меня просьба автора вопроса про терпение написать нам, как можно связаться для получения диска. И второй диск? И второй диск, ну, наверное, о том, кто как пришел, приехал, приполз в это самое действие, которое называется музыка. А, тогда это был, собственно, подготовленный мной вопрос. Тогда вам, самое лучшее пожелание лично от нас. Хорошо, тогда, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Программа «Живьем» с вами прощается ровно на одну неделю, когда мы 23-го числа здесь же в ФМ-клубе встретимся с группой «Тут как тут». А «Живое ТВ» с вами не прощается, так как после программы «Живьем» начнутся другие программы. Смотрите нас каждый день, гласуточный эфир. Группа еще завершит наш сегодняшний концерт последней песней. На последующих, да, мы всем подарим «Две тонны моря», но... Еще потом, еще одну песню мы споем все-таки. Я хотел уйти, куда глаза Заглядя от нас, кто даёт, поменять подушку мыла, может, и пальто узнать, что увидел. Ночью я во сне, кто гнался наяву за мной, и сколько лет я опоздал на верное признание. И за бортом, задыхаясь в ладе, без воли я не поднять изнышка. Кто знает, я не бог и не раб, две тонны моря я принес тебе в руках. Сколько лет внутри меня сидит, грызет и толпит об одном, что я всего лишь опоздал уснуть. Когда проснулся тот, кто тянет небо на себя, и все кометы разбросал на коврике у темной двери. Что ведет на берегу, задыхаясь в воде, без воли я не поднять из песка. Кто знает, я не бог и не раб, две тонны моря я принес тебе в руках. Задыхаясь в ладе, без воли я принес тебе в руках. Задыхаясь в ладе, без воли я принес тебе в руках.